Добрый день, дорогие трейдеры! Сегодня четверг, 9 июля. Вы смотрите очередной выпуск финансовых новостей на канале Инстатв в студии Анна Касаткина. В то время, пока Германия активно выступает за отказ реструктурировать долги Греции, на такой шаг уже согласились и Международный валютный фонд, и даже Соединенные Штаты. В достижении соглашения между греческим правительством и тройкой кредиторов заинтересованы абсолютно все. Как отмечено в протоколах последнего заседания ФРС, члены Комитета по операциям на открытом рынке тщательно отслеживают события, происходящие в Европе. Ситуация с долгами Греции заставляет Федрезерв отложить повышение процентной ставки. Так, греческая трагедия оказала давление не только на евро, но и на американскую валюту. Котировка самого популярного торгового инструмента на рынке Форекс с парой евро-доллар уже сегодня дотянулась до отметки 1.11, но закрепиться выше не смогла. Удержаться на занимаемых позициях не помогла даже позитивная статистика из Германии. ФРГ продолжает фиксировать устойчивый рост объема экспортных поставок. За май было вывезено товаров на 1,7% больше, чем в апреле. Растут и объемы импорта, но гораздо более скромными темпами. В результате сальдо торгового баланса поднялось с 21,5 млрд до 22,8 млрд евро. Большинство аналитиков не ожидало, что баланс увеличится, прогнозируя сокращение профицита к 21 млрд евро. Но инвесторам пока не до макроэкономических отчетов. Тон торговым настроением продолжает задавать Греция. Помимо запроса о реструктуризации, афины просят дополнительного предоставления финансовой помощи от Европейского фонда стабильности на три года в размере 29 млрд евро. На этот счет в ЕЦБ жаркие дискуссии. Многие представители выступают против отобрения дополнительного транша финпомощи. Именно эти слухи и скорректировали позиции евро на валютном рынке. Следите за дальнейшим развитием событий вместе с нами на канале Инстатв. До свидания!